Привет, девчонки! Это Маша. Я делала опрос в инстаграм, долго гуглила сама, но так и не нашла названия. Знаете, есть такие темные радужные хамелеоны, матовенькие и неопределенного цвета. Это такая своеобразная ткань или напыление. Для примера я нашла только вот такую фотку сумки с Алика, но в жизни я видела очень много примеров на одежде и кроссовках. Этот радужный матовый хамелеон просто покоя мне не давал, засел в голову. Я хотела какую-то шмотку со вставками из такой ткани, но, кстати, пока еще ничего не облюбовала. Но последней каплей стало вот это, что, в принципе, немножечко другое, но мозг взрывает точно так же. Ну и в какой-то момент меня осенило, как я могу добиться очень похожего эффекта в маникюре. Я бросила все, побежала пробовать. Ну и тем, что получилось, делюсь с вами сейчас. Вот они! Я в них просто влюбилась. Как это чудо назвать, не знаю. На ум приходит что-то вроде черных единорогов, жидкокристаллических гранов и какой-то инопланетной материи. Подскажите в комментариях, как бы вы это назвали? Короче, я не рассчитываю, что этот дизайн придется по вкусу большинству, но все же хочу им поделиться, потому что уверена, что ценители найдутся и заценят. А исполнение гениально простое. Не исключено, что я повторю этот опыт, но для разнообразия это будет уже на коротких ногтях. Давайте все покажу. Снимаем старые ногти. Это они у меня так за три недели отросли. Кстати говоря, это тот самый пилочный маникюр из прошлого видео с моими ногтями. Я для вас оставлю ссылочку. Металл тоже на месте. Короче, все окей. И что странно, за три недели дизайн даже особо не надоел, кстати говоря. Но ради сегодняшних ногтей я бы, не задумываясь, спилила даже вчерашний маникюр. У меня указательная немного поглядывает вниз, так что я, пожалуй, сделаю себе новый ноготь с нормальной ориентацией в пространстве с помощью верхних форм. Маникюр я на нем особо не делала, просто обтериги около кутикулы, пилочкой чуть-чуть позгребала, как в том же видео про пилочный маникюр. Ну и, конечно же, прогрунтовала базой. Прикидываю, как будет стоять форма, сколько закладывать материала в форму, чтобы заполнить зону стресса, потому что нам же нужно не просто удлинить ноготь, а поднять кончик. Значит, материала в зоне стресса будет гораздо больше. Ну и с учетом только что полученной информации, где именно у нас эта зона стресса и какая высота от формы до ногтя, заполняю формочку акригелем, оставляя, конечно же, в этом месте больше материала. При установке формы я утапливаю ноготок так, чтобы перекрыть материалом точки в роста. Подбирать форму нужно тоже так, чтобы форма закрывала точки в роста, при том, что там еще будет какое-то количество акригеля. Ну и поскольку у меня ногтевое ложе такое вот удлиненное, даже могу похвастаться тем, что у меня выдающееся ногтевое ложе, можно сразу выгладить изнанку как надо и впоследствии меньше пилить под ногтем. Ну и вот, да, из этого дела я себе выпиливаю новый ноготок. Кончик пилочкой, а периметр тонкой керамической фрезой. Когда вы поднимаете кончики с помощью акригеля верхних форм, во-первых, берите акригель, который наименее пигментированный, можно даже прозрачный, чтобы он точно просох в толще материала. И, возможно, вам пригодится такой лайфхак. Посушите этот ноготь дважды, первый раз в нормальном обычном положении, а вторую просушку сделайте ладошкой кверху, чтобы материал, ну, точно прям просох со всех сторон. Остальные ноготки тоже нужно немножко причесать, поправить форму и убрать борозды после снятия. В последнее время себе я делаю маникюр по упрощенной и очень безопасной системе. У меня руки не зарастают так уж прям сильно, и этого вполне хватает. Вообще, конечно, замкнутый круг на самом деле. Чем меньше пилишь кожу, тем меньше она зарастает. Чем больше пилишь кожу, тем больше в стрессе она зарастает. А так, как правило, маникюр самой себе делать неудобно, и поэтому риск где-то себя резнуть возрастает. Ну, а если говорить уж прям до конца, честно, то даже самые топовые мастера сами себя достаточно часто ранят. Ну, просто неудобно делать маникюр самой себе, да и все. Тут где резнули, там, конечно же, сильнее зарастет в следующий раз. В одном из своих видео я показывала несколько вариантов удобного маникюра самой себе. Там вся суть техник в том, что учитывается тот фактор, что самой себе не всегда получается хорошо, отодвинуть валики, натянуть кожу. Поэтому, если у вас есть какие-то затруднения с маникюром с собой себе, очень рекомендую к просмотру то видео. Мне советы, которые там действительно очень помогают, и они взяты из моего опыта. Когда маникюр готов, наношу камуфлирующую базу, чтобы черный лег достаточно плотно, чтобы быть хорошей подложкой для кошачьих глаз в один слой. Я обещала вам показать вторую часть привезенных мной с московского интершарма ништячков. И вот эта мимимишная штучка, не что иное, как камуфлирующая база. У меня таких две, с блестками и без. Несмотря на то, что база в банке, она не слишком прям густая. Производитель заявляет, что эта база хорошо держится даже без подложки обычной базы. Я вот на себе попробовала еще на одной девочке. Проблем вроде бы пока не было. Этого, конечно же, недостаточно, чтобы делать какие-то громкие выводы. Но на самом деле уже неплохой показатель. Может быть, кто-то из вас работает на этой базе? Поделитесь, пожалуйста, своими отзывами в комментариях. Ну а сегодняшний дизайн я буду делать с 5D-кошками от Иванейл. Сколько D будет написано на ваших кошках, на самом-то деле не важно. Важно, чтобы пигмент был мелкий, как тут. Эффект хамелеона ярко выраженный. И высокая плотность. Эти кошки подошли все как надо. Это 5 красивых оттенков, из которых в дизайн я возьму целых 3. Основным цветом будет розовый, но в дополнении зеленый и синий. По сути, у каждого из этих гирлаков по два цвета. Розовый, оранжевый, зеленый, синий, синий, фиолетовый. И вот так все эти цвета будут перекликаться в дизайне и создавать иллюзию того, что там капец как много разных всяких цветов. Но по сути-то все эти многодешные кошки, они-то сами по себе прозрачные. И в любом случае нуждаются в какой-то темной подложке. Это не обязательно черная должна быть, но я наношу черную. Делаем ровный кантик вдоль кутикулы, везде дотягиваем, потому что кошками это мы уже особо не скорректируем. Тем не менее, одного слоя черного будет вполне достаточно, при условии, что сам черный плотный. Ну и база камуфлирующая, это, конечно же, тоже играет нам на руку. Кончик светить не будет, кошечки выровняют мелкие неравномерности в тоне. Короче, все складывается. Ну и теперь Magic. Основной цвет у нас розовый. Я наношу его достаточно плотным слоем на весь ноготь, делаю круглый мягкий перекат по всему ногтю, прикладывая одну сторону магнита к разным сторонам ногтя. Но затем уже непосредственно перед сушкой утягиваю блик на бочок, чтобы блестела только половина ногтя. Это дело, конечно же, делается и сушится только по одному ноготку. Этот цвет я наношу на все ноготки, но блики стягиваю так, чтобы когда смотришь на руку сбоку, ногти блестели через один. То есть на указательном красный слева, на среднем справа, на безымянном слева. Ну и так до конца, смотря сколько у вас ногтей. Ну а вторым слоем мы уже наносим другой оттенок. Ну в нашем случае это или зеленый, или синий цвет. Этот слой мы растягиваем по ноготку очень тонко, чтобы не перекрыть наш основной розовый блик. Ну а на черную половину отдельной кисточкой добавляем больше гирлака, чтобы с той стороны цвет был более насыщенным. Ну и магнитим. Промагничиваем ноготь точно так же, как и розовый слой. Только перед сушкой блик утягиваем на противоположную сторону ногтя, которая до этого была черной. Чтобы утянуть блик в сторону, просто толкайте его магнитом в нужную сторону. Переходы бликов стараемся делать плавными. Для этого мы не подносим магнит слишком близко к ногте, потому что чем ближе магнит, тем четче получается блик. Понятно, что в нашем дизайне блики мы делаем внахлест друг с другом, с плавными переходами. Синий и черный я тоже чередую, так чтобы если смотришь на руку сбоку, было два красных ногтя, один зеленый и один синий. Ну а в конце мы просто перекрываем все матовым топом. Желательно не слишком шершавым, чтобы не сильно приглушать блики, чтобы ноготки получились такими мягенькими и бархатными. Ну и на этом все, как и обещала, гениально и просто. Я, честно говоря, подумывала, может еще дизайн какой-то сюда приделать. Ну, честно говоря, не хочется. Очень тонкий, самодостаточный эффект. И любой дизайн, как по мне, был бы просто лишним. Как вам? Есть ли кто-то, кому этот эффект понравился так же сумасшедше, как и мне? Или это я одна такая? Если нет, то я буду очень рада увидеть ваши ноготки по этому видео в Instagram с хэштегом MashaCreate. Именно оттуда я беру работы, которые я показываю в конце видео. Ну и, конечно же, лайкаю. Поставьте этому видео лайк, если считаете, что получилось похоже. Ну или хотя бы, если вас позабавили мои попытки сделать что-то похожее. Вопросы, которые у вас есть, спрашивайте в комментариях. Подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. Ну и, конечно же, присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами была я, Маша. До скорого!